Шизофрения. Шизофрения – прогрессирующее психическое заболевание, проявляющееся самыми различными психопатологическими нарушениями, приводящие к изменениям личности в виде снижения психической активности, аутизма, утраты единства психических процессов, нарушения мышления и эмоциональной сферы. Так называемый шизофренический дефект личности. Память, интеллект и приобретённые знания остаются без значительных изменений. Однако, несмотря на их сохранность, при шизофрении часто происходит снижение, а нередко полная утрата трудоспособности. Выделяют несколько форм шизофрении, которые различаются особенностями течения. Непрерывно текущие, приступообразно-погредиентные, рекуррентные формы, темпы нарастания психопатологических нарушений, злокачественные, умеренно-прогредиентные, медленно-прогредиентные и особенностями клинических проявлений, наличие бреда, галлюцинаций и других психопатологических синдромов. В одних случаях заболевание носит прогрессирующий хронический характер, а в других наступает самопроизвольное или в результате лечения выздоровление либо ремиссия с дефектом. Несмотря на многообразие форм шизофрении, все они имеют общие признаки в виде формирования специфического шизофренического дефекта личности, выявление признаков которого и лежит в основе диагностики данного заболевания. Возникающая у больных шизофренией на разных этапах ее развития психотическая симптоматика этой бредовой идеи, различные обманы восприятия и так далее, как правило, не обладает какими-либо специфическими качествами. Более специфичными являются развивающиеся в результате шизофренического процесса нарушения эмоционально-волевой сферы. Холодность, неадекватность, парадоксальность, маловыразительность эмоциональных проявлений, эмоциональная выхолощенность, аспонтанность и мышление, резонерство, соскальзывание, паралогичность, непродуктивность. Именно эти негативные проявления шизофренического дефекта личности являются основными для установления диагноза шизофрении. В динамике шизофрении выделяют состояние обострения, экзоцербации в виде усиления имеющихся психопатологических проявлений и появление новых, как правило, продуктивных, бред, галлюцинации, расстройств, а также состояние ремиссии и дефекта. Под шизофреническим дефектом понимают конечные состояния после остановки шизофренического процесса, который характеризуется эмоциональной выхолощенностью, аутизмом, снижением энергетического потенциала. Однако те или иные проявления личностного дефекта можно выявить и на этапах текущего процесса, как на этапе его обострения, так и ремиссии. Под ремиссией понимают частичные ремиссии с дефектом или полные-полные ремиссии, редуцирование признаков заболевания, которое может наступить в силу особенностей его течения, спонтанно-спонтанная ремиссия или в связи с лечением, терапевтическая ремиссия. Судебно-психиатрическая оценка больных шизофренией зависит от стадии заболевания, формы и характера его течения. При обострениях процесса, а также при непрерывно текущих формах шизофрении, больные признаются однозначно невменяемыми. Если в период совершения правонарушения больной находился в состоянии ремиссии шизофренического процесса, вопросы вменяемости зависят от глубины имеющегося дефекта личности. При констатации практического выздоровления после шизофрении эти лица должны признаваться вменяемыми.